Для этого и создано там можешь создавать свои группы. Зачем ты поедешь один там, грубо говоря, на дорогущей машине и там обрабатывай, грубо говоря, уран там или еще что-то там дорогостоящее? Найми охрану, не знаю, допустим, в вашем лице, потом в ихнем лице, который я достойной парень сидел, что-то труднее. Вот и все. Это вот гражданский по поводу охраны, что-то кто говорил. Я говорил, любил. Не-не-не, то, что мы там не охраняем, никого-то не охраняем, у нас же нет такой обязанности охранять гражданских охраней, даже не подписалось ДНД. Не, ну подожди, у вас даже РП не расписано парень, вот, честно. Вот, посмотри, что не расписано. У вас даже РП не расписано. Кто вы, что вы, откуда вы. Зачем вам это знать, я не понимаю. Ну как, мне. Такое вроде как официальная группировка. Ну, понимаете, вы себя не обозначили, кто вы такие. Вы просто вот... Толпа вооруженных, людей до зубов гражданских, да, и... Ну, а как же к вам относиться? Открой планшет и бей... Как он называется, блин? Открыл. Кого вбить в том? Кто такие вежливые люди, в войсковике, вбей в любом? Планшет бить, открой. И что, вы хотите, вы хотите примазаться в чужой славе? Да ладно, что же не надо это, на кучу чужой славе. Не, ну тут, знаете, вот вы сейчас между собой разговариваете, у людей, которые передо мной сидят, да, вот, желтых костюм, ну, песочных, да, грубо говоря, на пляже, вот. А у них своя правда, да, у тебя уже еще, у тебя своя правда. И вы никогда с ними не договоритесь, ну, никогда в жизни. Да можно мы с ними договориться, мы можем. Да у нас цели схожие даже, понимаешь, просто... Такие цели могут быть схожи у гражданской группировки и у партизанской, я вот не вижу их вообще. Я тебе объясню, я тебе объясню, мы были такими же гражданскими, как и ты сейчас. Нас не устраивает политический расклад здесь, у власти. Их устраивает, поэтому они сейчас на этой стороне. Вот поэтому мы на разных стороне, а цели у нас одинаковые. Цели какие? Навести порядок, да? Да. В общем, господа, хотите, мое мнение, не готовы к диалогу еще. Давайте договоримся, вы назначите время встречи, составите ряд вопросов друг к другу. Вы зайдите губернатора, вы зайдите полицию, точно так же спокойно только подготовитесь. Тут вот сейчас вот все с бухты-барахты. Да! И официально обо всем договоритесь. Вот, вот, я предлагаю, назначьте время встречи, приготовьте ряд вопросов друг к другу. И в присутствии официальных лиц, вот точно так же спокойненько встретьтесь и все обговорите. Вот, вот, цель зеленых ребят, я понял, их цель сделать так, чтобы мы не помогали копам, чтобы им было проще... Не, ну, это пятое-десятое. У меня такое ощущение, что вот сейчас все из боя, все горячие и к разговору не готовы. Мы даже с собой по статистической группировке перестрелимся. Мы, например, у нас постоянно нас отстреливаются, стараются у нас отстрелиться. 13-й беспредельная группировка, которой неважно, кто не гражданский, не гражданский. Я бы не сказал, что мы беспредельные. В чем цель была вашего приезда вот сегодня с пятидесяткой на Ефритах, если ты говоришь, что не с копами у вас там, с копами у вас как бы нет проблемы, на вас напасть, да. Так, а какие переговоры ты хочешь на нас нападать и о чем ты хочешь? Да, и позвали переговор, мы приехали. А, вот так вот, да. Нет, знаете, парень, у нас с вами отношение испортилось, когда у нас обманули, когда обещали вернуть нам все киты, а вернули только два из пяти. Так, там, во-первых, я помню эту ситуацию, я думаю, присутствовал. Во-первых, там были люди не из вашей группировки на своих химтах, а в ваших там было два человека. Там было 5 химток наших. Я сейчас стану, вот там было 5% наших химток, я договаривался с членами работниками. Он был доволен. Мы договорились с ним на два химта, которые, мы уезжаем на них. После этого было мне сказано лично, одним из полицейских или хабибов, точно не могу их указать, то, что вы, ВЛ-ы, попользуетесь нашими химтами до бури. После бури они вернулись, ни одного химта нам не вернулись. Да, они были перебиты, ваши сотрудники, скорее всего. И перебиты они причем были здесь, около Калал. Нет, они не были перебиты, они были уничтожены. А, ну ладно, как раз так. Они велись, велись переговоры неоднократные, дважды были переговоры до этой ситуации. После этой ситуации там пытался человек с вашей стороны договориться по поводу химток. Но влез я в эту ситуацию, сказал, что раз ребята не держат слова, мы эти химты забираем себе. А, красавцы. Хабиб хотел их вернуть, так как он договоры эти вел. Ну что, красавцы, ты на мою сторону можешь стать и понять, почему я это сделал? Я понимаю. С вами были два раза, пытались мы навести какой-то диалог. А Юра здесь ваш присутствует, нет? Который... Юра здесь присутствует ваш? Нет, нет. Нервный такой, который урок на... Палец на кульки, блядь, все время, жмет Гошенко. Нет, его нет. Когда я Хабибу случайно ударил по лицу, блин, и в упор расстреляли всех моих бойцов, когда мы приехали просто мирно поговорить, это было нормально? Ну это уже у них надо спросить, их сейчас нет. Понимаешь, мы договорились, что у нас будет перемирие. Это мы разговаривали конкретно с Хабибом, с вашим старшим самым. Серафимом. Да, серафимом. Помнишь, серафимом мы разговаривали, когда вы приехали на это, что у нас будет перемирие? Помню, помню. Через пять минут мы подъехали, когда медиков обидели, мы подъехали, попросили вас поискать этих людей, спопадутся, сказать нам. Помнишь? Я не буду. Я помню, я знаю, что это. Нас просто взяли и завалили, это нормально. После чего наше перемирие просто закончилось. Без извинений, без всего. Да, ваши. Без извинений, без всего. Прошло сколько, полчаса, да, серафим? Ну, час, может быть, я не помню. Так ты в курсе, серафим? Я вообще не знал, что их завалили. Поэтому я и так решил... Ну, вот он тебе сейчас сказал, когда Юра там попутал по лицу ударил, там кто-то поводит. Ударил, вместо того, чтобы убрать оружие за спину. Отдавал, короче... Это был ужин с кого. Да. За это Юру можно наказать. Понимаете, парни, мы готовы пойти на перемирие. Ну, после таких ситуаций, как мы, когда мы только договаривались, и сейчас нас вкладут все. Я на КПП, короче, остатки сюда привозить. Волочь нужна? Так что, парни... Я не знаю, как... Да нет, там полиционал. Да нет, там полиционал. Вот так, парни... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok